всем доброе утро привет привет что я сейчас делаю мне опять я хочу наготовить тазик салатика из капустки вот я сейчас стру яблочки вот и слушаю значит наталью советую я вообще ее обожаю она вообще клёвая тетка она живет в москве я как-то и писала говорю наташ давай встретимся очень но мне она вообще право нравится она вообще прикольная такая но она своеобразная а вот и она говорит суши сейчас говорите улажится у меня просто сын сейчас в армии в армию пошел ягод сейчас успокоюсь и горит мы как-нибудь с тобой состыкуемся ну вот я жду когда она успокоится но она но она прикольная вообще она такая классная мне она очень нравится если кого-то вот заинтересует как бы кому-то интересно да не то что подписывайтесь просто посмотрите ну не ваш человек на уйдете а если по что значит если ваш человек то естественно будете смотреть и подпишитесь сейчас секунду я включу а у меня сегодня очищающий день я пью настойник настойку шиповника и все бегом в туалет все из меня просто льется вода ну и чем она мне нравится наташка она вообще такая очень открытая очень такая свободная тоже ну мы чем-то с ней похожи мне она по кайфу прям вообще вот она здесь рассказывает в этом видео про коронавирус но она говорится значит не именно у него такие видосы такие знаете поучительные там тебя учат ты там сидишь прямо на головах квадратно там те горят вот надо это сделать не 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 она не так она все с легкостью с такой вот сейчас я пишу короче в комментариях я слушайте прекратите рассказывать про ситуацию в мире давайте расскажите про нас как у нас ситуация ну да действительно вот наташа говорит что типа как у нас ситуация почему-то про москву ну и вообще россию ничего такого сверх естественно не говорят да а мы же что мы ждем экшена чтобы у нас значит там как в италии как в испании там все сидят там кто-то боится а кто-то говорит ну давайте давайте ну когда же этот уже коронавирус придет и я просто знаю таких людей вот ну покружение в окружении не по видосам вообще в окружении вот типа все такая бла 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 но у нас то ничего не происходит но типа наши же войска отправили военных в италию помогать да в бергамо вот и они там будут работать и изучать этот вирус я как поняла ну это как бы опыт очень хороший вот наташа и говорит типа чё это у нас такое то вообще почему про нас то ничего не говорят эти у нас москву метро и все такое давайте что-то предпринимать ну что-то такое написала нафиг на моего их не ситуация в их не знаю это слово не очень я бабушка 65 лет мне интересно как у них а ты сиди у тебя денежки камни вот из таких как вы денежки кредит и сама сидишь с пенсии короче бабки все при 0 и к экранам и смотрят пролетали про то что другие страны мне лично это сейчас не интересно интересно как у нас больные как у нас италия все эти страны на нас санкции наводили пусть как хотят дай бог им здоровья товарищи за границей всем вот это правда что интересно да на нас наводят санкции мы что делаем мы помогаем нет это круто когда ты помогаешь ближнему которому плохо и так далее но что наташа имеет ввиду что на нас значит санкции америка как бы всех поработила да и все европейские страны значит назначат в общем это имеют такое слово да вот и конечно где-то с одной стороны обидно ну ребят ну слушайте ну блин и россия щедрая душа опять получается у нас масок не до стране а мы за все туда но итальянцы блин ушла и люди они тоже не дураки они что сделали они значит что где обшивалась и шилась и вот эта брендовая одежда они стали шить то маски а кому сейчас это брендовая одежда нужно она никому не нужно вот иначе сейчас там шьют маски ну благо у них там маски язык может нам пришлете хоть немножко вот то я с работой беру вот эти вот респираторы да вот так что мы же переживаем за нашу сторону естественно понятно дело бабушки и бабушки они такие да они сейчас прям вот сейчас они сидят в своих домиках да в квартирках и ну ну благо что никуда не ходят а то и знаете они как бы это любят вот вчера бабуся с дедуси идут ну такие они наверное ждали 26 именно числа вот у меня все кровь уже сел помощь 23 что ли дома а эти такие не красивая пара все окей но вы идете без респираторов вам уже под 80 ну видно что пожилых ну вот они значит идут и прогуливаются может с магазина или откуда ну блин так и хочется подойти на бабулечка ну дедулечка ну оденьте вы хотя бы масочку блин ну ну пожалуйста ну ну видите какая в стране ситуация ну просто ну правда но знаете чем мне нравится то что наши полетели туда ну как бы естественно помогать и естественно еще что хорошо хорошо то что они наберутся опыта узнают от чего это как это потому что там по 800 человек в день за него за сутки это же вообще нереально вот но естественно там же как как страна пожилых людей это можно так сказать да из испании из италии там комфортно живется естественно их там много вот и они хотя бы наши опыт возьмут правильно вот вот наташка и говорит ну типа я же хочу говорит ну чтобы нас как-то рассказали что у нас вообще происходит почему о нас ничего не говорят это я опять в туалет бегала боже мой господи я сегодня прямо это я все летаю все летаю ну вода есть значит надо и уводить да ночью опять и бегала вот а вчера что вчера владимир владимирович путин что рассказал нам он рассказал нам что следующая неделя будет не рабочая но это конечно будет относиться не к тем людям которые там обслуживают город ну сами понимаете магазины аптеки полиция скорая пожарной мы да там этот мы маек маэска рост сети мосводоканал но мозгаз это все как бы не про нас ну как сказать не про нас кто будет работать аварийной службы но но я работаю на два на два естественно ко мне вне кассе это не относится но прикол то в чем вчера позвонил мне мастер и говорит если ты завтра работаешь обязательно нужно сдать что нужно за документы документы на воду и на тепло счетчики представляете до обеда 17 пунктов благо что они находятся как-то рядом вот а у некоторых я знаю филиалах вообще в развоз это километры просто ребят и вот представляете им надо сдать до обеда чем раньше тем лучше так это во сколько вы на работу вставать в 5 утра благо я сегодня не работаю у меня я позвонила своей напарнице она схватилась за голову и говорит слушай это же говорит дурном и я буду да это говорю дурдом так что вот мне прям повезло а то я бы точно пять утра бы побежала на работу это сто процентов а вот ой вчера я сходила ведь на маникюр видно нет ничего красоте не земная не классно классно вообще юлечка вчера прям сделала мне опять красоту не опять пальчики такие красивые что-то до меня нет не отсечивает свечи вот может так света очень много вот вы прямо солнце такое прямо яркое а я все делаю салат оя салатик какой будет опять вкусный приходите девки на салатик будем кушать ой это девки название вдруг вдруг кого обижу вдруг кто-то слишком сильно интеллигентный так что что нам я же из колхозу что мне не у нас не так говорят ну чё пойдем детенки жеребенки не все у меня многие спрашивают слушай но ты же живет ну как вы жила в кировской области я груда жила они мне говорят а почему ты не так говоришь как они ну интеллект печенье левых да у меня интеллект диалект диалект же у них особенный я грида говорю особенный и очень особенно в глубинках таких ну ну прям таких деревушках очень у бабушек такие прям особенный я говорю но просить я как-то вот с детства я слышала как люди говорили понимала что так говорить нельзя тем более я жила всю жизнь городе у нас кирово-чпецкие практически так не говорят но кирово-чпецк основался из деревень как и москва точно так же а вот но есть люди которые поговаривают так ну чё пойдем мань пойдем да да и бывает когда я приезжаю из москвы туда на родину на малую прямо вот ну первые два дня прямо уши режут прям честно очень сильно вот этот вот диалект он прям вот заворачивается а у меня очень слух хороший ну как бы музыкальный слух да мне так передалось по наследству и прямо ох как закручивают ушки то мои так что вот девчонки и я думаю этот я почему-то надеюсь что на враг этот вирус к нам не пройдет нет конечно заражившиеся есть но я считаю что у нас все под контролем я почему-то думаю так вот почему-то у меня такое вот ощущение что у нас все нормально будет не будет у нас там как в италии как в испании не знаю сколько конечно у нас стариков я как бы сколько миллионов но все равно я думаю что будет все хорошо сейчас я сделаю салатик наемся салатик и кстати лена считала там девочка с ватсапе в группе этот салатик вот эта капуста значит морковка и яблочко в 100 граммах 55 калорий девчонки пятьдесят пять калорий ешь не хочу он целый день сидит таз таз наяривый вон тазик целый наяривый сидит ешь 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 да там же про меня снимают это юмористический журнал сказки так что девчонки не стесняйтесь видосы берите ну все побежала я опять в туалет не себе день такой сегодня я работаю за сыхой ладно все пока пока все будет у нас хорошо все будет хорошо